Вера Николаевна Чеченкова 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 Когда вы листаете эту книгу Просто завораживает портреты То есть иллюстрации Вот ее работ И вы увидите Какие они необычные И как это все здорово Ну каждая книга здесь Бесконечно Но я очень рада Что вас сегодня так много Что вы все пришли На это мероприятие И нам очень приятно Что вы познакомитесь С такой литературой О которой будете потом рассказывать своим друзьям и привлекать их к чтению этих книг. А эти книги до такой степени нужны в библиотеке, что если глубоко библиотекарям вникнуть в процесс познания этих книг, то вот Альманаха «Русский мир» достаточно, чтобы работать каждый день в библиотеке с новой темой. Он очень разносторонний, он очень интересный. И самая интересная работа с «Русским миром», которую подарили библиотеку имени Алта города Выборга, они получили два года назад эти книги. И теперь у них это основная тема работы и радость творчества. Во-первых, все выставки, все мероприятия, которые они проводят, они начинают и заканчивают вот с этих книг. Они берут материал оттуда. Мало того, что вы найдете там содержание различное, но там иллюстрации, там портреты, там фотографии. Они используют в выставках. И библиограф этой библиотеки Алта, она расписала до такой уникальности, у них на любую тему можно найти материал из «Русского мира». Я не говорю уже о приложениях. Приложения – это отдельная тема. И плюс еще, вот вы видите оформление этих книг, необычное, очень интересное. Видите, какая работа, какие тона, как эти книги выглядят. Они просто уникальны. Автор, дизайнер этих книг – Дмитрий Дмитриевич Вашенцев, сын Дмитрия Александровича. И он художник, настоящий художник. И его книги, они вот продолжение его творческой, художественной жизни. Это одно из направлений его работы. Его выставки идут по нашим библиотекам. В библиотеке Выборга была его выставка. Она имела большой успех. Сегодня эта выставка работает в Волховском районе, в библиотеке имени Пушкина. Она там тоже пользуется большим спросом. Там точно так же его картины и вот книги, которые он оформлял. И читатели находят необычный интерес, познакомившись с такой чудесной литературой. Прежде чем представить Вам одну из последних наших книг Кирилла Дмитриевича Померанцева, я хочу несколько слов сказать в истории этого проекта и о том, о тех людях, которые в этом участвовали. Ну, вообще, Международная ассоциация русская культура была создана в 2001 году ну, целым рядом, так сказать, лидеров культурной жизни России. Там и Гранин присутствовал, так сказать, и Натемка и Тартас, и так сказать. Ну, в общем, многие люди. В общем, из каждой области, из медицины, из образования были, как бы, титульные лица, которые поддержали этот проект, и мы создали такое некоммерческое партнерство. Значит, вначале мы провели несколько международных конференций, потому что хотели как-то поднять вопрос о сохранении и развитии русской культуры, потому что Вы сами знаете, что на рубеже, так сказать, 90-х, во время перестройки, культура пострадала, ну, совместно с образованием, значит, медициной и всеми гуманитарными разделами, в том числе, конечно, и с промышленностью. Пострадала очень сильно, но если промышленность и все остальное как-то защищали все-таки это основа от жизни государства, то культура оказалась на краю интересов, значит, руководящих кадров нашей страны. Поэтому мы организовали эту, значит, ассоциацию и провели две конференции «Большие русский мир. Проблемы и перспективы». Было много очень этого, потому что мы одни из первых подняли вопрос вообще о таком понятии, как русский мир, как этнокультурный проект. То есть, когда, естественно, должна быть культурная оболочка и этнос, который воспроизводит эту культуру, то есть русский народ. Проведя эти две конференции, мы пришли к выводу, что конференции – это очень хорошо, но кроме разговоров они заканчиваются как бы ничем. И было принято решение организовать такую площадку как бы диалога международного писателей и литераторов, значит, художников, поэтов, философов, которая бы давала возможность понять вообще и проанализировать состояние русской культуры сейчас, заглянуть в ее историю и какие-то сделать прогнозы на будущее. Когда появился вот этот альманах «Русский мир. Пространство и время русской культуры»? Понятно, что вот это название говорит о том, что мы охватываем. Пространство, естественно, это и географическое пространство. У нас у альманахи за 10 лет его существования опубликовалось представители 20 зарубежных стран, включая, естественно, значит, я уж не упоминаю о русских городах России, значит, всех наших крупных мегаполисов и даже отдельных деревень, поселков, населенных пунктов. Ну и время это, значит, в принципе, от начала проявлений, так сказать, русской культуры и русского этноса до сегодняшнего дня. Это все включает наш альманах. Ну вот, если кратко, значит, каждая книга альманаха содержит очень много рубрик, рубрики эти меняются, но задача была какая, я еще раз повторю, это сделать такой срез, так сказать, который бы показывала русскую культуру сегодняшнего дня в самом широком смысле. Это и архивные работы, это, значит, и литературоведение, и филология, и философия, и, так сказать, литература в широком смысле. Ну, в какой-то момент мы поняли, что нам же представляли материалы не только отдельными статьями, хотя в основном он сориентирован, конечно, на статьи порядка авторского листа. То есть это 20, где-то 25 там листов страниц текста. Но также представляли и книги, и целые, так сказать, произведения. Особенно интересные были, конечно, книги и произведения, которые у нас не публиковались, и авторов которых у нас не знали. И тогда было принято решение вот еще к альманаху сделать литературное приложение. Вот то, о чем сегодня говорил Вера Николаевна, показывая на эти книги с этой стороны, это как раз литературное приложение к альманаху. Тем, что он вообще родился в 1906 году в Санкт-Петербурге. В 19-м году его родители вместе с ним эмигрировали. Сначала, в общем, они попали в Константиновку, потом он в 1927 году переехал в Париж и прожил там до 1991 года. То есть, представляете, он один из долгожителей первой волны русской эмиграции. Поэтому он интересен и объемом своих знаний, и встречами, знанием людей. Он был вообще великолепный парет. Он был эссеист. Он был сотрудник русской мысли на протяжении всех лет жизни в Париже. Кирилл Дмитриевич, он померанцев, у нас практически не был известен. Он не был известен почему? Потому что с самых первых дней он, в общем, был достаточно острым критиком советской власти. И поэтому о нем никаких упоминаний в наших изданиях или где-либо не было. Архивы его остались. После его смерти у его литературного секретаря Радашкевича, Саша Радашкевич, Александр Радашкевич, сохранил его архив. И мечта была и Памеранцева, и Радашкевича, который бы... Мечта была, чтобы было издание в России. Он еще, как я говорил, встречался со многими людьми и написал сборник эссе «Сквозь смерть». Почему «Сквозь смерть»? Потому что он писал только о тех людях, которых очень хорошо знал, но которых уже с ним не было. Почему мы назвали это книгу «Оправдание поражения»? Потому что это одна из его статей, посвященная поэтам эмиграции. Называлось «Оправдание поражения», где он, собственно говоря, говорил о тех вещах, которые связаны и с гибелью России, и с эмиграцией, и с той эмигрантской культурой, которая представлена в его эссе. Сейчас я хочу, чтобы вы послушали... Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Оправдание поражения» Субтитры создавал DimaTorzok «Побеждённое время войти Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Италианские негативы» «Чем больше вдумываюсь я В жесткие скорби и невзгоды Тем больше чувствую себя Каким-то маленьким родом Меня не тронула война Не искалича изгнания Не удостоила внимания Невероятная страна Когда-то стоившая Россией Кругом крылами бьёт беда Обвалом рушатся года Паясов, что стихии сметают чоком города А я, как видите, живу И кажется, что на него Вы представляете очень своеобразную Прослойку русских людей Как точнее сформулировать Большое общество русских людей Которые волной судьбой оказались на рубежах В данном случае во Франции Вы знаете, в последние годы Наконец сломаны те барьеры Которые искусственно воздвигались И происходят взаимодосвещения двух культур Той культурой, которая сохранились здесь Русские И той культурой, которая Несмотря на все наши проблемы Трудности росла и Треба за последние 10 лет Вот, как Вы здесь Представляя эту часть русской культуры Оборонялись от выступления массовой культуры Я могу объяснить, почему я спрашиваю Как у нас сейчас идет натиск Выступление в новых условиях В полной свободы и всевозможности Идет выступление массовой культуры В любом случае, чем в России В гущенстве и в культуре настоящей Как вы оборудовались? Видите, как я отношусь Во-первых, я думаю Что свобода – это большая наука Ну, Запад Вот, в частности, Франция В столетиями училась свободе И Вы знаете, сколько их жертв И сколько их боются И это стоило Я думаю, что Советскому человеку Я не говорю русскому Советскому человеку Тоже это очень трудно После страшного Семидесяти летнего опыта Вот я как отношусь к этому делу Теперь Я, живя во Франции Я был в сопротивлении И мне предложили французской игральнике Я отказался Потому что я хотел И жить в свою судьбу Русским Я был русским Я был русским Я остался русским Вот 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 Мой ответ Вы В данном случае Русской культуры Типической Русской В группе людей Которая была Которая Которая И Он Он Значит Старик Козлов Работал Простым рабочим В заводе Вино Много пил Его жена Которая Что-то Что-то делала Какие-то Знаю Киев Набивала Каких-то Дверушек Для какого-то Магазина Магазина Я думаю Что-то Прочтите Я вам скажу одно слово Я думаю Что это Так был Наверное Запрограммирован Духовный мир Начиная В те времена Во Франции Вообще К эмигрантскому Искусству И к эмигрантам Относились Довольно таки Плохо И скептически Потому что Левая Франция Читала Что Советский Союз Это будущее Вообще Так сказать Человечество И те кто Покинули его И выступают Против советской Власти Значит Они вообще Изгои И ненужные люди И с ними Не надо иметь дело У него сейчас Наверное За рубежом Самая Богатейшая И полная Коллекция Живописи Графики Книг Изданных За рубежом На русском языке Естественно Русских авторов Вот У него Уникальное Совершенно собрание Порядка Порядка Пяти тысяч Картин Живописи Уровня Русского музея Значит У него Ну он в основном Интересовался Вот Искусством Серебряного века У нас Он Известен Известен Конечно Но Его коллекция Достаточно Разрозненно И Несистемно Была представлена Ну Во-первых Он человек Со сложным характером И не всех Допускают К себе Значит Домой Где у него Эти музейные вещи Хранятся И Поэтому Всю полноту Коллекции Трудно было Представить Мы с ним Работали На протяжении Десяти лет Он Сразу Как-то Откликнулся И стал Участвовать В Альманахе Русский мир И Там Много Материалов От него Мы Публиковали Отдельные статьи Какие-то Моменты Связанные Значит С Русским Искусством За рубежом Потом Наконец Мы Вот Наконец Мы Ее писал На русском языке Вот И здесь Представлены Практически Все Разделы Его коллекции То что сегодня Эти книги Держат в себе Оно до вас дойдет Это точно Потому что люди Которые Сохранили Наше искусство Русское Они действительно Достойны уважения И они достойны того Чтобы мы их помнили И знали Что нам это Очень интересно Что они Отражают Нашу Русскость Нигде Вы это не увидите Вы нигде не найдете Вот в нашей Советской литературе Большинство Не найдете Настоящей Литературы А здесь Вот почему Дмитрий Александрович Так хорошо говорил О книге Померанцева Вот сквозь смерти Там такие Чудесные Воспоминания Которые Вот отражают Характер Наш сегодняшний характер Мы находим В строчках Свою жизнь Хотя это не о нас Вроде Вы там найдете Замечательные Строчки О художнике Марк Шагала Все знают Но Как вот он Написал о нем Вот такую статью Вы нигде не прочитаете Действительно Издание наше Это Я много работала До Альмануха Русский мир До 2008 года В разных изданиях И на пятом канале И на телевидении И конечно Этот проект Меня очень заинтересовал Потому что Он В первую очередь Установка Дмитрия Александровича На отсутствие Как бы Вот такой Скажем Актуальность Новостной журналистики Раз И второе Он С такой Его сентенцией О том Что мы вне политики В общем она довольно трудно приживалась Потому что Было непонятно Как можно Делать Какой-то культурный проект Находясь вне В общем Современной Актуальной политики Но Оказалось Это возможно Потому что Огромный пласт Русской культуры Он Остался За бортом В советской Да В советское время А что значит Быть Как бы вне политики Все равно Невозможно Можно быть вне Политики Как бы Актуально Невозможно Невозможно быть вне Культурной политики И конечно Альманах Это Как бы С тем своим обликом Дизайном Вот такой Неспешностью Таким большим Нарративом Знаете Это просто Война и мир На 11 томов Да Разбитое На какие-то Вот Уголки Как бы Русского мира Культуры Истории Словесности И так далее Вот Этот большой Нарратив Сам этот стиль Он как бы Выпадает Из нашего Времени Сегодняшнего Но Мне кажется Что у нас Все равно Как бы Этот стиль Удалось выдержать Хотя Принцип Двора Был Двора Был Немножко Мистический Да Он такой Был Скажем Староусадебный То есть Есть какой-то Ближний круг Друзей авторов У этих Друзей авторов Тоже есть Друзья Да Кто-то Где-то Познакомился Рассказал Вы представляете У Марии Ивановны Вот там в архиве Есть вот такая-то книга А не посмотрите То есть И таким образом Вот этот крупник Он как бы Расширялся Друзья Друзей И получился Да И все равно Интересно что на поверху Получилось то что получилось И пусть мы В информативном плане Не можем претендовать На описание русского мира Конечно Да Но вот эта интонация Это выбранная Как бы стилистика Она абсолютно Точно Да Вот точечно По тем авторам Которые у нас Представлены По общему Вот еще раз повторюсь Этому стилистическому направлению Она Создает Прецедент В современном Вообще книжном мире Особенно Альмонашному Альмонаху у нас Не так много вообще Сейчас в России Издается По Вот этому Соединению Мира Русского Зарубежья Еще раз повторю Русской провинции Двух столиц Прецедент есть Дмитрий Александрович Осуществил свою мечту Он это сделал И в общем Я думаю что если Это останется Как бы вот Как артефакт Нашего времени И нашей культуры И не Неизбежно Будет иметь продолжение Да С новыми какими-то лицами Вот И прочими возможностями Вот Эта Книга Это Первое собрание Сочинение Русского Христианского Философа Татьяны Михайловны Горичевой Которая Была В 80-м году Из России За организацию Русского Христианского Женского Движения И там И там она Как раз Был 80-й год Начало В общем Еще как бы Вот в год Олимпиады И собственно Когда ее высылали Надежды на Возвращение У нее в России Не было Но тут Случилось И там Она как бы Уезжала И собственно Свидетельствовала Всему миру Потому что она говорила В отличие от многих Участниц этого Женского движения На языках Поэтому она Оказалась наиболее востребованной И она Вот все думали Там все ждали И говорили Даже Симона де Бувуар Когда узнала Что русские феминистки Попали на запад Она сказала О как здорово Наконец мы теперь узнаем Что в России Тоже есть феминизм Когда она Начала говорить О русских монастырях О русских старцах О церкви И так далее В общем Все были в шоке Потому что Феминизм и православие Вещи несовместные В западном понимании Да И когда она Говорила что русский феминизм Строится на православном Богословии Божьей Матери Это тоже был шок Как это возможно Да И Татьяна Михайловна Конечно Говорит что она Не должна была Говорить так много О Божьей Матери О монастырях И так далее Что конечно В какой-то момент Она почувствовала Что надо Уходить от этой темы И дальше Ее как бы Философская мысль Стала развиваться В ином направлении И вот Следующим Как бы большим Очень разделом Который Она еще начала Издавая Журнал «Беседа» И вот там вот И началось Осмысление Другой темы Да Потому что постмодернизм На западе Уже имел Очень серьезные Такие Серьезных Авторитетов И французской Особенно французских Французской Философии И экзистенциальной Философии И конечно Их должен был быть Какой-то Русский ответ Они попали туда В гущу Этой мысли И им очень хотелось Дать русский ответ На это И вот Вторая часть этой книги Называется «Постмодернизм и православие» Это фактически Вот те статьи Которые были Вот Инициированы Вот этим желанием Рассказать Понять Что хорошего Да Несет Как бы французская мысль И что мы можем ответить На это И потом Когда у нее Появилась возможность Уже В 1988 году Вернуться в Россию Она стала регулярно Сюда приезжать То конечно Тут уже пошла обратная Как бы такая реакция И она Тогда еще очень много В начале 90-х Уже стало много На Западе Уже интерес пропал Потому что Да Страна стала открытой И много информации За железной занавесом Вот пошло туда Зато Было страшно Интересно ее слушать Как человека Столько лет Проведшего И активного На Западе И тут Стала уже какая-то Сырковная жизнь Разрождаться здесь И вот Татьяна Говорит Что она уезжала Она хорошо знала Немецкий И вообще Была совершенно Очарована Вообще Всей немецкой культурой Особенно немецкими Романтиками И что Вот Проведя Там Больше десяти лет На Западе В такой активной Пропаганде Как бы Русской церкви Русской культуры И так далее Она Там Значит уезжала На Западнице А вернулась Вообще Русским патриотам И она Значит Нашим Которые только Начали постигать Каких-то там Бодрияров И прочих Французских Философов Она стала рассказывать Здесь О том О ценности Русской культуры Да Как она видится Оттуда И вот Третья глава В этой книге Называется Кинозис русской культуры То есть Умоление Вот это православная черта Самоумоление Русского человека Ради Высоких истин Ради Бога Ради Абсолютных ценностей Да Оно оказалось Совершенно уникально Для мировой Культурной ситуации Она Да Стала уже в русских изданиях Писать вот эти статьи Которые Вошли в третий Раздел этой книги И Татьяна Теперь Значит Живя теперь между На две страны Она Пытается Вот В плане экологии Находить Таких Авторов Такие темы Где Как бы Там Не просто загрязнение Окружающей среды Угрожает Нашим детям Понимаете Это угрожает жизни На земле И Сказать это просто Это ничего не сказать И она Собирает тех Мыслителей Да Которые Могут достучаться Да До каждого мыслящего человека И Объяснить Почему Там Я не знаю Вот Нельзя молчать Да Потому что Среда В котором Средообитание Которое Мы живем Вот эта жестокость Которую Воины и последующие Наплодили Они реально Разрушают Нашу биосферу И просто Негде Еще в таком же духе 50 лет Не о чем Будет говорить И негде Будет о этом говорить Вот И Татьяна Михайловна Еще конечно Уникальна тем Что Она очень ценит Свои корни Как По отцу Так и по матери Горещева Она Вологодская Вот Это по папе А по маме Она Тихвинская Ее мама Еще училась Здесь В 30-е годы В Тихвинской гимназии А дед По матери Был Из Потомственной семьи Кладбищенских Священников Книга написана Книга издана Читатель ее Обсудил Разница между Написанием И реакцией Читающей публики Год-два Я считал Что только в этом Формате Вообще И может существовать Поэзия Когда идет сразу Обмен Тогда и автор развивается И все развивается Но в советское время Это было невозможно И он из этих книг Для Там Редких публикаций На западе И здесь Выдирал Как лучшие Стихи И печатал их Они были известны Но действительно Вот Сама идея Печатания Книгами Где Тексты Разные Есть сильные Есть не очень сильные Но это цельное Совершенное Вот так переживание Времени И во времени Оно очень важно было Но Вот я как журналист Говорила Что время ушло Момент ушел Издавать книгу Которая написана В 68 году Книгой Сейчас без комментариев Просто глупо Никто ничего не поймет Эти импульсы Уже все другие Да Читатель не откликнется Потому что читатель Другой Это только уже воспоминания Вот И поэтому я придумала Сделать Такой трехтомник Школьные программы Фактически Вот Наверное он не был бы Доволен этим Но уже его никто Не спросил И значит Книжка Вот любовная лирика Философская книга Лирика И гражданская лирика Которую Сейчас мы готовим И надо сказать Что Если на любовную лирику Еще союз писателей Откликнулся Даже там Какой-то нам грант Дали о союзе писателей На типографские расходы То философская Им показалась Уже слишком сложной Они сказали Что это два года назад Печатали опять Охапкина печатать Нам было отказано В общем да Я говорю Ну 40 лет не печатали Могли бы Второй раз дать Хоть что-нибудь На тонкую книжку Но нет Философская лирика Мы издавали сами И вот сейчас Я хочу сказать Что я готовлю Гражданскую лирику И она Оказалась Самой сложной Из всех Из этой серии Никогда бы не думал Мне казалось Что философская лирика Будет сложной Ничего подобного Это все очень просто Потому что Как бы философия жизни Она связана Там Главная проблема Смерти Выбора Все очень просто И читателю просто И всем просто А вот гражданская лирика Оказалась Супер сложной И у Олега Она разбивается На таких совершенно Как Совершенно такой Русская черта С одной стороны Такое веселое Юродство Да А с другой стороны Такая пафосность Которая В общем Не очень приветствуется Такая Некрасовская И вот Вот такие вот тексты Совершенно разные Да То в одно настроение Значит это Из разоренного Петрограда Санкт-Петербурга Нам снова готов То есть До 92 года Такая Полная Такой досады И иронии Да И с другой стороны Вот Совершенно Вот сейчас Не вспомню про Ну Что-то такое Жалостливое Некрасовское Там И Доллар Стал Жандарм Рубля Ну Вертится Земля Что-то такое Спасение В тишайший день Субботний Когда тебя Весеннюю Я жду Подворотней Кругом Сумбур И сутолочь Машины Люди Здания Но в тишину Укуталась Минута Ожидания Она легонько Тикой Невнятна Лепеча Певучая И тихая Как в Утаре Свеча И в этом Ясном Пламени Лицо И голова И набережные Камни Озарены Едва В глазах Дерев Качанье И влажный Нево Свист Из всех Молитв Нечаяний Заплатанный Карниз С утра Капелью Звякаем А черный Диабас Весна Зеркальной Склянкою Порадует Твой глаз Когда сойдешь Вечернее Муглой Суберек Свежей В нем Он Свечение Предание Это 23-х летний автор Зачем ближу на твой портрет Мне эти мысли Не осилить Но здесь Магический секрет И линии Перекосились И все Тревогой Смещено Плечо Рукавщика И шея И ясно Так освещено Что прядь волос На лбу Рыжеет Здесь Ожил черно-белый тон На горло тень от подбородка Легла Когда неслышный стон И труден этот вздох Короткий Его стерпеть Не в моготу В тоске Читаю Как по нотам Прекрасной шеи Наготу Задушно Платье От ворота И каждая Твоя черта В моих руках Берет начало Такую тишь Читать с листа Всегда Бы так Со мной Молчала Но за тобой Такая мгла Не втиснуться в нее Не влиться И если бы душа могла Она В ней высветила Лица Она бы вылепила их Всех тех Кого в других Не видел Ведь так Среди любимых Тих Стояла я Почти Не видел Такое Эпохальное Стихотворение Портрет Я уже по-моему Один раз Рассказывала Да? Но Это стихотворение Вот казалось бы Их не печатали Да? При советской власти Вот это стихотворение Молодой Ленинград Предложил Как бы Брали его Да? Когда автору было 23-24 года Мы попросили убрать две последние страфы А он сказал Что если убрать две последние страфы То это будет осаду Ну же Автор же учится Да? Тоже у всех учится Ну И Вся метафизика В Все суть стихотворения В этих двух Страфе Да? О чем О чем тогда вообще Это? Ну в общем И вот Вот И ты Человек сразу попадает во вторую культуру Понимаете? Он сказал Ну какая разница? Он отказался печататься И Это просто пример Но так было с каждым стихом В другом Предлагали Там Слишком много о Боге Убрать там Еще что-нибудь Ну в общем вот такие мелочи Да? Казалось Но Это Это действительно Новая поэтика Это автор В этих двух строках Вся авторская поэтик Еще тогда остается От автора Ну Русский мир От замысла До воплощения Эту статью написал Дмитрий Александрович Он написал ее для того Чтобы всем библиотекарям Разживать Можно было И понять Что такое Русский мир Здесь доступно Интересно Философски Потому что Дмитрий Александрович Не только доктор технических наук Он философ и поэт И вот С точки зрения Такого мировоззрения Вам станет доступнее И понятнее Что сегодня Подарили Вашей библиотеке Этот проект Не имел Ни рубля Государственного Финансирования Муниципального Или городского Финансирования Этот проект Финансировался Людьми Которые Ну вот Хотели Чтобы это состоялось Значит Естественно Это очень дорогие книги Поскольку Над каждым Номером Мы работали В течение года И что Я хочу отметить Что Технически С точки зрения Редакционной Эти Материалы Все наши Книги Сделаны Очень хорошо Они Проходили Сейчас Ну те Кто занимается Литературой Понимают Что такое Три корректуры Скажем То есть Три корректуры Проходили Это дело И Комментарии Еще Надо сказать Что у нас конечно В Альманахе Статьи Разные Есть и достаточно Сложные статьи И Но Те статьи Которые требовали Комментарии У нас комментарии Давали Ведущие специалисты По тому или иному Управлению Время Настало Войти нам Подгулки И своды Жизни и смерти Пугает нас Эхо в тумане Так лабиринт Безысходен И стены так черные Что не оставить следа И ни часа Ни дня Не исправить Падаем Ниц Или гордо стоим Без движения Мчимся вперед Или в страхе Назад отступаем Даже на йоту Пути своего Не изменим Даже не пяди Не пяди Не пяди Не пяди Значит вот так Покориться Согнуться Сломаться Значит и щель Нам сгодится И теплая падаль Надо идти Лишь идущий Осилит дорогу Если не выход То выбор Всегда нам оставим Арсей Ты спустился На синие травы Ты вышел Как ветер Из алой оправы Ветвей Из украшенных светом И тенью И осенью Далищей Пламя Растения Мой милый С гитарой Он в джазе играет Он песни шальные Цыганские знает Но скольбью Подернуты Лица цыган Их табор Разогнан Толпой горожан И пляшут На сцене С цыганом Еврей И брякает цепью Тряпичный Медведь Где арфа твоя Сквозь какие ворота Тебя с хохотком Провожала Природа Где цербер На смешек С любовью не ладит А старый Кентавр С квернословием Гадит Постой Оглянись О раскосые скулы О принц мой Немытый Бухой и сутулый Как шпаги Глотаешь Хмельные коктейли О том ли нам струн Струны с тобою звенели О том ли Ты помнишь Зеленые травы Где месяц Наполнен любовной Отравой И золото Осени там За рекой И листьев Испуганных Круз царой Там где сны Смыкаются С весной Талых вот Касается рука И от этой Песни ледяной Серебром Подернулся Закат Соловьи Безудержно Поют Им в полночи Распахнула Тьма Нотную тетрадь Бесчетных звезд Что живут С заката До утра Их утрата Утру Не упрек Вновь и вновь Мы любим И поем Ледяную Воду Ледников Молодого Лицом Мутырье Любовь Прикасается К нам Ослепленным Надеждой И яркие краски Не могут быть Ярче Отныне Любовь Это то, что На цыпочках Входит к нам В сердце И сердце Не слышит Ни звука В неистовом мире Пусть время Пройдет Нас настигнет Седая усталость В том мире Который Так рано Придется Покинуть Любовь Как свеча Только тень От надежды осталась И яркие краски Не могут быть Ярче Отныне Разве Нежность Ничего не стоит Как трава Весенняя Нежна В дымке утра Солнце Беззаботно Золотые тронет Стремена В путь Так в путь Не будем горькой чаши Пригублять На свете Нет разлук Просто ждет Дорога И летящий Не исчез А замер легкий звук Он живет Он дремлет Где-то в сердце Ведь поет Так дивна тишина В куполах Вселенского Собора Где печаль И нежность И весна Когда взлетают Журавли Как странно Ощутить тревогу Найдут ли Торную дорогу Там За пределами Земли Там Где кончается Покос Где тень от леса Стала гуще Там Где их крик На грани слез Быть эхом Гаснущим Отпущен 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 Значит быть тому Что нас лишает Равновесия В губах Молитва Или песня И взмах крыла Туда Во тьму Реальность В чем она Так трудно Постижение Простого Слушайтесь Звук колокола Звон А звук души моей Ослепший шорох Шор И влажной тишины За окнами скольжения И в осени Моей Возлюбленные глаза Пустые Как лачух Раздавленные стекла В чьих колотых краях Звучала Бирюза Покуда влёкла И гязи Не размокла И в осени моей Как трудно Пережить Открытие себя В речитативе Чьём-то Нам кажется Немыслимому Молкнуть И новой роли Больше не учить Я во сне целовал Твои плечи Ты безмолвно Вглядела в окно Знали мы Там за окнами Вечность Только нам Всё равно Всё равно Как нелеп этот сговор Минувших Мимолетен Как дымка в полях У иконы Затеплятся свечи И отступит Нахлынувший мрак Обернись Я такой же Как прежде Только в сердце Вошла тишина Кот Потёрся Щёку И сразу Вернулось Воплощение Сна Страсти Не было В сердце моём Но она Как гроза Вдалеке И меняется Линия узор На твоей Недоступной Руке Всполох в небе Еле слышны Громовые Раскаты С небес И летом Вздохнул Глубоко Патревозный Всполохом Лес Всё Минует Прольётся Дождём Бурелом Зарастёт И опять Будет солнечный Зайчик Играть С потерявшим Опору Стоп Протяжённость Всполох Всполох До утра До утра До утра Всполох Прости Тех Яблонь Без меня Павшие Листва По стрижной Траве Как строки Эпитафий Мой сад Вступив Слов Всполох Лёна Продолжение следует